До того, как обрести независимость, казахи пережили много испытаний. После смерти Кенесара Хана, экспансия России в казахской степи стала особенно жесткой. Российская знать старалась привлечь молодых людей из покоренных народов, надеясь, что в будущем они станут представителями имперской власти на родине. На арену выходит новая интеллектуальная сила в лице молодых интеллигентов, получивших высшее образование в России. Одним из них был потомственный чингизит Алихан Букиханов, а также его соратники. Создав партию Алаш, казахская интеллигенция стала новой надеждой на свободу. Сегодня я расскажу о первой казахской республике Алаш, которая положила начало долгого пути обретения независимости. После февральской революции Российская империя стала стремительно распадаться. В столице России, Петрограде, большевики захватили власть. Началась гражданская война. В условиях децентрализации и всеобщей анархии в стране, бывшие колонии начинают провозглашать национальные автономии, тем самым, отдаляясь от центра. История Алашской республики началась на Втором Всеказахском съезде в Оренбурге, прошедшем с 5 по 13 декабря 1917 года. На этом съезде Алихан Букиханов провозгласил казахскую автономию. Алашардинцы стремились в кратчайшие строки организовать государственное управление. Поэтому в городе Семипалатинск образовывается парламент. Во всех регионах создаются местные советы, наподобие областных акиматов. Вперед гражданской войны и красные, и белые неоднократно нападали на казахские аулы с целью грабежа и мародерства. Народ остро нуждался в защите. По этой причине с начала 1918-го начинается призыв джигитов в ряды Алашской милиции. Организован военный совет из трех лиц, куда входили Халил Хаббасов, Мухаммеджан Танажбаев и Алихан Букиханов в должности председателя. Сформированы первые конные полки в Семипалатинске, Каркаралинске, Павлодаре, Костанае. Под руководством Маржиха Путулатова Тургайской области образован полк. В Уральской области удалось собрать войско численностью в 2000 человек. Для пополнения офицерского состава Алашской армии в городе Уил открывается первая казахская кавалерийская юнкерская школа. Также была образована школа Аскеримедресе в Семипалатинске. Ситуация резко стала меняться в феврале 1918 года. Красные части под командованием Осипова подошли к столице Туркестана, городу Кокант, намереваясь взять его штурмом. Около суток шли переговоры, но, несмотря на угрозы, глава республики Мустафа Шохай отказался признавать власть Советов. Несколько дней Красные вели артобстрел. В ходе уличных боев погибло более 10 тысяч мирных жителей. Вскоре туркестанская автономия пала, а остатки ее армии ушли в подполье. В будущем именно они станут ядром басмаческого движения. В июне вышло постановление правительства Алаш о запрете советской власти на территории автономии. В Семипалатинске образуется военное министерство. Военным министром был назначен ветеран Первой мировой войны, кадровый капитан артиллерии Хамид Тохтамышев. Осенью начались самые активные боевые действия. Под командованием Отенша Альжанова формируются новые отряды в Семеречии. Им удается оттеснить противника и несколько месяцев удерживать позиции. До следующей зимы и весны по всей территории Южного Казахстана шли ожесточенные бои, в одном из которых погибает сам Отенша Альжанов. В сентябре 1918 года Алихан Букиханов заключает союз с правительством Башкордестана в лице Ахмета Закивалиди. Обсуждалась организация совместной обороны. Был также заключен союз с сибирским правительством Колчака. Но тут возникла проблема, потому что адмирал Колчак отказался признавать казахскую автономию. Он мечтал о восстановлении имперской России. В последующем это стало одной из главных причин поражения белых в гражданской войне. В апреле 1919 года главные силы большевиков перешли в массированное наступление. Захватив Уральск, они соединяются с частями в Туркестане, одновременно продвигаясь вглубь России. Так произошел перелом в войне. Летом того же года Сталин выдвинул ультиматум Аллашарди. Мы предлагаем по примеру оренбургских казаков прекратить бесполезную и гибельную войну против могущественной Красной Армии и сдаться на милость советского правительства. Мы готовы распространить декрет Совета народных комиссаров об амнистии и прощении всех казахов, принимавших участие в борьбе с советской властью. Алихан Букиханов прекрасно понимал, что этим обещаниям верить нельзя. Но в то же время продолжение войны привело бы к более страшным последствиям. Поэтому через полгода после объявления ультиматума правительство Аллашарды принимает решение войти в состав Советов. После присоединения казахская интеллигенция, пользуясь своим авторитетом, сделала все возможное, чтобы укрепить позиции республики в составе Советской империи. Сталин очень боялся сильных личностей, поэтому были преследования, аресты и пытки. К 1937 году все видные деятели Аллашарды были расстреляны. Позже советская власть пыталась стереть их имена из истории Казахстана, запрещая любые упоминания. Аллашардинцы не поддерживали ни красных, ни белых. Они действовали исключительно в интересах казахского народа, стараясь защитить население в условиях анархии, кровопролитной гражданской войны и под гнетом Советской системы. Автономия Аллаш стала прообразом современного Казахстана. А границы, которые мы имеем сегодня, это результат упорной борьбы казахской интеллигенции. И уже сегодня, восстановив суверенитет и независимость, мы имеем возможность строить свое будущее. Поздравляю всех своих соотечественников с Днем Независимости. Тәлесіздік күнімен құттықтаймын, достарым.